Итак, уважаемые дамы и господа, мы начинаем вскрытие второй коробки Апердек 2021, вторая серия. Вот, и то же самое, как и в первой коробке, тут 24 пакета, 8 карточек на каждый пакет, 6 карточек молодых пистолетов, из них мы ждем, не дождемся нашего лучшего. За всю историю мы будем надеяться молодого игрока Кирилла Капризова, который побил все рекорды и также карточки его в этом сезоне самые дорогие, которые во многом он опередил победителя, обладателя первого выбора общего, первого общего номера Алексиса Лафренье, Который в этом году дебютировал за Нью-Йорк Рейнджерс и все думали, что Алексис Лафренье будет очередным, очередным, ну я не знаю, очередной иконой канадского хоккея, каким являются Уэйн Грецкий, Сидней Кросби и Конор Макдэвид, это уже икона современности канадского хоккея, вот, но, к сожалению, так получилось, что игрок не совсем удачно выступил в регулярном сезоне, первые матчи он вообще практически не набирал очков, вот, все хотели его высылать уже назад в свою молодежную команду, но потом все-таки-то решили дать ему шанс, и вот, он с большим, с большим трудом этот шанс оправдал, но далеко его не оправдал все ожидания, и карточки его стали обесцениваться, стали падать, но карточки Кирилла Капризова поднимаются и поднимаются. Итак, коробка номер два, первая четверть, первый пакет, поехали. И уже у нас первая карточка молодых пистолетов, как вы видите, черненькая, черненький орнамент уже здесь, но это опять, к сожалению, не Кирилл Капризов, вот, это швейцарский вратарь Нью-Джерси Дэвилс, железо-сен, вот, посмотрите, такое. Остальное все, база. Пакет номер два. Пакет номер два у нас портрет. И этот портрет молодого игрока команды Чикаго Блэк Хоукс Алиса Рыгулы, представителя Чешской Республики. Остальное все белый пепел. Пакет номер три, коробки номер два. Так, тут у нас Апичи. А Апичи у нас представит молодого вратаря команды Даллас Старс из Миннесоты Жейк Оеттингер. Пакет номер четыре. Пакет номер два. Пакет номер два. Конваска. И эта конваска у нас довольно симпатичная. Слушай, это игрок команды Детройт Рэйд Винкс Дейлан Ларкин. Горизонтальная конвасная. Стальной белый пепел. Пакет номер пять, коробки номер два. У нас опять Апичи. И это игрок, молодой игрок команды Лас Вегас Голден Найт Рэйд Дюк. Пакет номер шесть. Коробки номер два. Вон похоже у нас опять Апичи. Точно. Это молодой игрок команды Даллас Старс, которую мы уже имели в первой коробке. Но только у нас сейчас его ретро параллель. Зовут его Жоэль Квиверанта. Финский нападающий с английским именем и финской фамилией. Даллас Старс, Апичи, Марки, Рокки, Ретро. Остальное база. Так, берем вторую четверть. Пакет номер семь. Зимон. Так, и у нас здесь мы видим второй молодой пистолет. Первый, как мы уже говорили, это швейцарский вратарь. Молодой вратарь Нью-Джерси Дэвилс. Джилес Сен. О, а здесь у нас попался еще раз, уже второй, Ке Андре Миллер. Команда Нью-Йорк Рейнджерс. Еще один у нас в первой коробке попался. И вот в этой, во второй. Также попался, между прочим, это очень неплохая карточка. И она числится. Стоит она по каталогу. Номер 469. Да. Ке Андре Миллер. Целых 25 зеленых. Так что извините, пожалуйста. Такие карты, я считаю, на дороге не валяются. Поэтому мы ее... В оберточку. Ке Андре Миллер. Нью-Йорк Рейнджерс. Молодой пистолет номер два. Пакет номер... Пакет номер... Пакет номер восемь. По сути дела у нас здесь портрет. И этот портрет в артаре команды Buffalo Sabres. из Швеции. Йонаса Югансона. Остальное все белый пепел. Пакет номер девять Здесь у нас апичи Теперь это уже молодой вратарь команды Nashville Predators Зовут его Конор Инграм Это из провинции Соскачивань, Канада Вот Конор Инграм, посмотрите Nashville Predators Остальное всего лишь белый пепел Пакет номер десять Так, здесь у нас, похоже, конвасированное Что-то тут какое-то Да, конваска здесь Так, Никита Кучеров О, здесь у нас не просто конваска А здесь конваска Молодого, молодого игрока Райана Маклеуда Янганс конвас Вот посмотрите, Райан Маклеуд Не думаю, что он что-то много стоит Но Тем не менее Мы его получили Как такие Даются Шесть Таких карточек На один Кейс Так что так Скажем так Две на одну коробку Не знаю, как это будет засчитываться Я думаю, в принципе-то не должен Ну ладно Положим Надо принять водные процедуры Извините, волнение Так, еще у нас Пакет номер одиннадцать Здесь у нас карточка Победителя Трофея Обладателя трофея Это Игрок, который выиграл Кинг-клан-си-трофе В прошлом сезоне Нападающий командой Миннесота Уайлд Мат Думба Пакетик номер Двенадцать Свёрт Здесь у нас очередной Апичи И то, что мы уже Доставали в предыдущей коробке Это шведского нападающего Тампо Бэй Лейтнинг Виктора Гедмана Который Является Коинсмат Трофе Обладатель Коинсмат Трофе И вот здесь вот мы находим Ту же карту Но теперь в ретро-параллеле Посмотрите Итак, половина пути пройдена Начинаем третью четверть Пакетик номер Тринадцать У нас ждут опять Апичи И это молодой игрок А на Чикаго Блок Холкс Макинзе Энтвист Энтвистл Как правильно произносить Первое имя его Макинзе А фамилия его Энтвистл Пакетик номер Четырнадцать Здесь у нас портретистика Итак, следующий портрет У нас Это Наш российский легионер Игрок команды Нью-Йорк Рейнджерс Виталий Кравцов И за ним идет Французская параллель Нападающего команды Нью-Джерси Девил Стравиза Зайджика Вот Все в килограммах В сантиметрах Вместо для Привычных Футов Дюймов И инчей В Северной Америке Так, это у нас Пакетик номер Пятнадцать И тут мы видим Молодого пистолета А кто он здесь будет Чей холоп Это Действительно холоп Нападающий команды Санхуса Шаркс Никуас Милаше Которых у меня Пять или шесть Честно я бы все Что бы это было Пакетик номер шестнадцать Так, здесь у нас Конваска какая-то О, это Конваска Рокки А, нет Николас Бакстром Вашингтон Кэпиталс Вы помните Это бывший игрок Московского Динамо Пакетик номер семнадцать И у нас Опять Молодой пистолет Так, ладно Давай что А молодой пистолет Это у нас Игрок команды Чикаго Блэк Холкс Молодой игрок Назовут его Ян Митчелл Да, пока что Не радуют меня Молодые пистолеты В этой коробке Их еще у нас Осталось Раз Два Это не знаю Не в счет Три-четыре Еще два Две карты А может быть Один из них Будет Кирилл Капризов Тем не менее Пакетик номер восемнадцать Вот тут у нас Хороший Вкладыш Так Это у нас О, Александр Труер Но это новый Вкладыш Называется Флорескенс И это Датский Центровой Санхоса Шаркс Выбранный Под первым номером Санхоса Шаркс Это Александр Труя Саша Саша Труя Так у нас Последняя четверть Последняя четверть Пакетик номер девятнадцать Так Это у нас Голубая параллель Чего-то О, Пичи Ник Робертсон Торонто Мэйпл Ливз Голубая параллель Рокки Марки Ну что же Неплохо Пакетик номер Двадцать Так Так у нас Портретистика И это Кто вы думаете Алексис Лафренье Неплохо Семь долларов Уйдет Такой Замечательно Белый Пепел Так Пакетик номер Двадцать Один Сейчас Хотелось бы Чтоб попался Капридас Очень Хороший Номерок Очень Выигрышный Ну Посмотрим И тут Молодой Пистолет Пистолет Является Латышским Молодым Вратарем Команды Коламбус Блю Джекетс Его зовут Матис Кивленекс Кивленекс Командой Командой Коламбус Блю Джекетс Так У нас осталось Еще Три Пакета И по крайней Один 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 Молодой Пистолет А может быть И два Увеличивает Шансы На получение Кирилла Капризова Который Никак К нам Не идет Ну Никак Так Здесь У нас Дазлерс Синенький И канвасик Какой-то А канвасик У нас Райан Эллис Нэшвилл Предаторс У нас два Инсерта И Дазлер Довольно Неплохой Молодой Игрок Который Был Выбран Командой Эдмонтон Оилерс Зовут Его Филипп Броберг Пакет Номер 23 И здесь Мы видим Есть карточка Молодого Пистолета Это у нас Как сказать Как говорится Очередной Мусор Это игрок Команды Detroit Red Wings Матьяс Бром Шведский Легионер Который Абсолютно Ничего Не стоит Как обыкновенная Карта Так и Карта Канвасная И последний Пакет Номер 24 Здесь у нас По всей видимости А здесь у нас, вы себе не представляете, вот это хит. Начиная с этого года, в каждом начали выпускать такие параллели, которые называются Street Clothes. То есть, это где игрок не во время игры, а идет в форме, в которой он идет по улице, в пиджаке. Вот такой вот игрок нам попался. Остин Мэйтиус. И мне вчера принесли такую же точную карту. Я проверял по каталогу. Она стоит 60 американских долларов. Это базовая 3 доллара, умноженная на 20. Будет 60. Что бесспорно является хитом.